здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала у меня сегодня для вас очень простой рецепт будем готовить яблочный рулет этот рецепт интересен тем что начинка готовится вместе с тестом и для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты для теста яйца я заранее отделила на жуткие белки сахар апельсиновая цедра мука разрыхлитель и ванилин а для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты яблоки лимонный сок корица и сахар яблоки я заранее почистила и порезала на такие тоненькие дольки сначала белки добавлю около 1 столовой ложки лимонного сока зови белки до пышной пены а пока без сахара вот такая белковая пена получается и начинаем вводить сахар по одной столовой ложке взорвем белки до пышных плотных пиков вот такие очень плотные взбитые белки получились и сюда начинаем по одному вводить и желтки добавляем апельсиновую цедру добавляем ванилин или ванильный сахар если вы добавите ванильный сахар то добавляйте вместе с сахаром а если ванильный экстракт или такой порошок то без разницы и взобьем около одной минуты теперь в муку добавляем одну чайную ложку разрыхлителя муку с разрыхлителем хорошо смешаем перед тем как могут добавить яичной массе обязательно просеиваем и перемешиваем на низких оборотах миксера или можно вообще миксером с этого момента не пользоваться взять лопаточку добавила последнюю порцию муки перемешаем аккуратно по однородности в тесте не должно быть не промешанной муки получается вот такое пышное тесто оно гладкое глянцевое накрыла пергаментной бумагой и промажу сливочным маслом или можете взять растительное масло это не принципиально теперь нужно аккуратно разложить яблоки если начинки будет много при сворачивании бисквит порвется яблоки сверху слегка полю лимонным соком посыплю немножко корицы и теперь нужно посыпать сахаром я взяла коричневый сахар можете взять белый обычный сахар распределяем тесто равномерно начинка полностью должна быть накрыта тесто поставлю заранее разогретую духовку температура духовки 180 градусов нам понадобится приблизительно 25-30 минут но опять же время приготовления зависит от вашей духовки и феум момент летел рулет уже готов я готовность проверила зубочистка если зубочистка выходит сухой без следов тесто значит уже бисквит готов достану из противня сверху накрою пергаментной бумагой и перевернул на обратную сторону сниму бумагу она отходит спокойно и можно в таком теплом виде сразу свернуть рулет можно с широкой стороны можно с узкой стороны если с узкой стороны будет очень толстый рулет скручиваем в рулет если хотите то можете есть немножко подождать и промазать заварным кремом уже будет с кремовой начинкой вот в таком виде дам рулету остыть оставлю на кухонном столе рулет уже почти остыл он слегка теплый рулет обильно посыплю сахарной пудрой порежу и посмотрим как выглядит рулет внутри вот так выглядит рулет внутри его можно подать со взбитыми сливками получится очень вкусно бисквит получился очень мягкий очень нежный и вот красивый слой начинки вместо яблок начинку можете делать из персиков или из нектаринов в добавок можете добавить любые орехи по вашему предпочтению и подать рулет со взбитыми сливками или с каким-нибудь другим кремом по вашему предпочтению я попробовала рулет мне очень понравился по вкусу напоминает шарлотку но форме рулета таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч субтитры за субтитры